Мы можем готовить и болтать с тобой целый день, да? А маленькие вьетнамские карлики за нас работают и кричат. Все, все, все готово, все готово. Отрезаем попу. Ты знаешь, как шефы меняют критюрное масло? Раша, вам голубцы медиум или там медиум рейр? Это какая-то шизофрения. Стук, стук, я твой друг. Вообще, начинается день с игристого, ребят, а не с кофе. В Арганде, Нормандия. Привет, я Олег Гастяев, шеф-смолейный ресторан «Бабель». Мы продолжаем наши гастрономические гастроли с вами с компанией «Виняком». А готовим мы сегодня невероятные голубцы в ресторане «Сава» при отеле «Метрополь». Легендарное место. Поехали готовить. Андрей, привет. Я слышал, что ты самые лучшие голубцы и невероятные готовишь. Пришел учиться. Это все брехня, на самом деле, брехня. Просто хорошие голубцы. Не самые лучшие, есть и получше. Но сегодня мы будем просто делать вкусную еду. Я в последнее время хочу делать просто вкусную еду. Она должна быть чуть-чуть красивая, но в основном вкус. Голубцы мы будем готовить из китайской капусты. Можно готовить из савойской. Но сейчас китайская, она помягче. Начинка у нас будет краб, гребешок, творожный сыр, лимонная цедра. Флер де соль. Это соль такая вот, ты, наверное, встречал уже такая, да? Французская соль хлопкивая. Она тает на языке. И, в принципе, вот все. И мы с тобой сейчас... Лук-шалот, да? Лук-шалот это для соуса. То есть у нас еще будет соус. У меня есть биск готовый. Я тебе расскажу, как мы его делаем. Потому что сейчас бы мы очень долго его готовили. Пришел у нас все готовенькое практически. Ну, практически, что делать? Биск у нас будет аргентинская креветка, у нас будет шалот и лук-сибуля. Смотри, вот это я тебе вообще доверю. Не буду тебе говорить, что с ним делать. Смотри, отрезаем у него, как моя бабушка говорила, попку. Отрезаем попку и достаем красивые листы. Давай, если мы делаем с тобой две порции, надо шесть. Шесть красивых листов. Так, это не подходит. Да, первый не пошел. Соро-де-два, смотри. Шесть нужно. Ну, давай еще два на всякий случай. История с этими листами следующая. Вот там вот у меня сковорода. Но сковорода, в которой мы будем не жарить, а в которой мы будем бланшировать. Бланшировать это значит положить лист примерно на две с половиной минуты. Стопуем? Да, и после этого мы его охлаждаем в ледяной воде. Еще минутка. Умягчается. Еще минутка, да, еще минутка. Знаешь, что можно даже чуть-чуть подсолить. В общем, знаешь как, эти листы варишь до того состояния, которое сам любишь в голубцах. Потому что потом в пароварке мы его варим четыре минуты. Все, давай, вынимаем. Отлично. Все, и ты его прям туда топи. Слушай, для чего вообще убрать в холодную воду со льдом? Во-первых, этот продукт не переваривается. В моем меню следующее. Мы очень много времени тратим на заготовку, чтобы за короткое время отдать это блюдо. Поэтому мы любой овощ, который мы варим, например, брокколи, мы его подварили, охладили, храним. Заказ выходит. Мы делаем, например, сатэ с этим брокколи или опускаем еще раз в кипяток. Добавляем там или оливковое, или сливочное масло и сервируем на тарелку. То есть это как прикук мы называем повара, то есть подготовленная. И дальше, иначе невозможно в принципе работать. Согласен, да. Ты просто не успеешь ничего. И как мы говорим, когда у тебя полный ресторан, то есть пришел трамвай на кухню, вот как мы это говорим, то ты ничего не успеешь. Если у тебя выходит, там, 120 человек сразу село, и у тебя вышло все эти чеки, то ты можешь... Все сидят, ждут два дня. Да, да, да. То есть, ребят, вы посидите, мы сейчас голубцы за капустой сбегаем в Китай. Так как у тебя самый мой любимый нож, а нож для повара это как жена, то есть я тебе доверил сейчас свою жену практически, да? Это прям... Спасибо. Смотри, мы с тобой берем гребешка, калинский гребешок, и режем... Ты-то прям так вообще почти... Хаотично. Нам нужно получить с него массу, такую тартаровскую. Тартар. Конечно, не в этот... Не в сопле? Знаешь, но надо порезать его так. Сопли? Самый сопли гребешка? Нет, вы... Ну, не в сопли, но надо сделать. Так, смотри. Потом у нас есть здесь краб. Я сразу забираю половинку и даю тебе половинку. Ага, спасибо. И мы на этой же доске рубим его. То есть у нас должна получиться такая крабово-гребешковая масса. Теперь нам нужен сок лимона и цедра лимона. Я взял один лимон, я тебе расскажу, если ты не знаешь, ну, наверное, знаешь, как добыть с него сок. Это тот самый подход шефа «Возьми от лимона все». Да, то есть смотри, для того, чтобы там весь сок собрался, сконцентрировался, ты сначала должен его хорошо подарить. Я думаю, ты это знал. Нет? Ну, может, ты не работаешь? Да, да, да. Но по-моему, по-моему, на лимонной фабрике. У меня вот есть такая терка, она называется микроплейн. Я сниму себе вот половину лимонной цедры вот с этой части и передам тебе, чтобы ты снял остальную часть, да? Да, то есть ты просто скребешь и потом вынимаешь оттуда цедру. Смотри, теперь мы с тобой делаем следующее. Мы вот этот вот чудный лимон, который помассажировали, мы добавляем, вот смотри, сколько сока раз и сколько сока два. Ну вот, я думаю, так. Теперь соль, перец туда добавляй, как тебе нравится. Не бойся, смотри, ты можешь попробовать эту соль. Это охрененная соль, клади ее на кончик языка, и она у тебя будет сейчас просто таять. Не грози ее, она будет таять, и эта соль не агрессивная. То есть это соль, которая стоит там 5000 рублей за килограмм. Охрененная соль, да? Она совсем другая. Когда ты цифру назвал, сразу сильно вкуснее стало. Когда ты говоришь цену, ты говоришь, блин, вот это соль. То есть смотри, я взял соль, взял перец, и смотри, мы с тобой берем, я беру половину, и ты берешь половину сырного крема. То есть там у меня, ну, а-ля Филадельфия, но называется креметта, и ты просто перемешиваешь хорошо. Бумага расстели вот таким образом в два слоя. Да, и раскладываем вот так вот три листа. Я три, и ты три. У нас там один на запасе, я специально творил все-таки. Сверху промокни, потом я тебе покажу самую интересную. Смотри, мы берем нож, я сейчас покажу один, а ты дальше сделаешь. И мы вот эту вот часть толстую подрезаем. Я вот хочу, смотри, вот эти вот волокна практически срезать. Когда вот такой должен получиться, и вот так вот мы его обрезаем, делаем прямо. То есть нам надо сейчас сделать этот капустный лист практически одной толщиной. Вот как он есть с одной стороны и с другой. Слушай, ювелирная работа. А сначала все так просто было. Переворачиваем внешней стороной. На кухне у меня это все происходит молотком. Вот сюда ложка я взял. И смотри, теперь стук-стук, я твой друг. Мы начинаем аккуратно разбивать вот эти вот. Здесь можешь, смотри, вот здесь концовку, можешь посильнее чуть-чуть разбить. И продолжаем так со всеми листами. Я делаю это кверх ногами, ну потому что я из Эстонии. Все, отстучал. Отторобанил. Смотри, следующее. Этой же ложкой, которой торобанил, захватываешь. Ну вот столько, это примерно 20 грамм. Раз, выкладываем сюда. Взял и взял. Да. И теперь это делаем так, вот на всех. Я вот даже четыре просто, у меня тут четвертый лист был. Ты делаешь нахлест, раз. Да. Нахлест, раз. Потом, смотри, боковые заводишь сюда. Ага. И выводишь вот эту капусту тоже в одну линию. Практически. Если она у тебя широкая, ты можешь... Подрезать. Просто вот таким образом подрезать ножом. Найскось. Чтобы опять же было красиво, не заходили края. Да, да. И смотри, и ты закручиваешь его до конца. И вот у тебя этот нахлест, который мы отбили, ты до него доходишь. И в самом конце вот так вот его подрезаешь. То есть вот... Огонь. Да, вот как ты говорил, типа а-ля идеальный голубец. Смотри, у нас тут осталась буквально, наверное, минутка. На пару. Да. Для того, чтобы больше их не погружать вот в эту воду, не варить их в воде, потому что они и так очень сочные, да. Мы с тобой ее бланшировали, потом охлаждали, потом, наоборот, высушивали. Нам не нужно, чтобы они были очень мокрые. Следующее у нас. У нас здесь есть сковородка. Смотри, у нас здесь есть лангустины. Ну, лангустина, она называется аргентинская креветка, но по-испански она написана лангустина. Да, это просто красная креветка, но она очень сочная. Для этого соуса подойдет. Смотри, давай ты сейчас ее вот просто как колбасу порежешь. Нам их не надо обжаривать. Это буквально обжигаем. То есть сначала я вот налил масло. Масло это бернуазет, это жженое сливочное масло, которое пахнет орехом. Осторожно, горячее. Теперь кидаем туда быстро лук-шалот и вот твои вот эти креветки сюда. И вот этот вот соус-биск, про который я тебе говорю. И мы буквально сейчас эти креветки заварим в этом биске. Больше ничего там не будет. Он мощный, он мощный. И он будет давать именно вкус этим голубцам. Потому что если вот мы сейчас четвертый с тобой просто так попробуем, без этого соуса. И ты поймешь, что они не очень яркие. То есть в этом блюде должна быть какая-то изюминка. Мы находимся в ресторане Савва при отеле Метрополь. Место легендарное. Савва это... Савва это... Савва Иванович Мамонтов, который построил это здание. И который хотел перещеголять большой театр в тот момент. То есть здесь строился театр. Но... В какой-то момент он тормознул. Да не то, что тормознул. Это как... Его тормознули. Да, вот, вот. И поэтому, когда мы открывали здесь ресторан, много очень было названий. И я говорю, что давайте назовем его Савва. Ну вот просто это... Она напросилась само собой. Да, да. Это давайте вот человеком, который построил это прекрасное здание, который человек-легенда, отдадим дань. И... Ну, хотя... Ну, мне кажется, Савва это круто. Это и имя. А французы говорят Савва. Да, тоже у них они не понимают, что это имя. Ну, вот как-то мне прям очень легло. И я уже не понимаю, как бы этот ресторан назывался бы по-другому. Соус у нас готов. В соус мы добавляем сибулет. Крямо так. Чтобы он не темнел. Да, правильно? Да, жирненько, красиво. Так, лангустин стараемся выкладывать на голубец. Какова красота. Так, все, мы сделали соус. Теперь добавим сюда вот это креветочное масло. И в самом конце возьмем пинцетик, вырвем шевелек. Беги за вином. Яна, привет. Привет. Слушай, мы тут с ПМ-шефом приготовили голубцы необычные. Говорят, лучшие. Так и есть. Я подготовил еще бутылку грисного. Необычного тоже. Такие же, как и голубцы получились. У меня, собственно, шампань. Ля Фиат. Блан де Блан ты еще. Блан де Блан, да. Хороший вкус. Да, Блан де Блан. Ну, если есть возможность выбрать между шампанью и чем-то другим, то, конечно, я выберу шампань. Я начну со своей бутылки. Ну, давай. Ты не против? Давай. Мартин Кодекс. В честь одного музыканта грейсийского. 24 месяца на осадке, то, что мне удалось подсчитать про это вино. Ребята, вино. Я слышал слово вино, вино, и я к вам пришел. Ты все еще доедаешь соус, который мы готовили два дня назад. Так он вкуснее, чем ваши голубцы. Андрей, знаешь, ты как-то к вину относишься? Я отношусь всегда положительно. Я его пью. В вашем случае я его дегустирую. Ну, вообще, альбаринио игристо – это, конечно, интрига. Здесь у нас бокал под манраши. Я думаю, мы начнем с него. И на всякий случай я приготовила бокал. Вообще, он предназначен для старой серы. Для серы старого света. Но поскольку у нас достаточно такое свежее шампанское с ярким вкусом, немножко со сливочной текстурой, мне кажется, что именно в этом бокале оно себя будет прекрасно чувствовать. Да, я думаю... Я почему-то вот Испанию воспринимал чисто по кабе. Каба, карбинат еще. Это следующая категория, которая появилась достаточно. А вот как-то мимо проходил, мимо листва альбаринио. Вот сейчас для меня такое некое открытие маленькое. Это очень здорово. При этом не перенасыщенно. Хороший аромат, хороший вкус, стойчивый. Послевкусие у вина, хороший мусс, это вот как раз музыки вот играют, и пенка с самого начала, как только наливаете. Да, это такая необычная история. Но мне нравится вот эта горчинка. То есть тут больше, если мы говорим о балансе, то есть кислотность, да, плюс текстура, тут преобладает горчинка, кислотность теряется. Но послевкусие, ну, хочется посмаковать его. То есть оно такое, как бы... Соус, да, обещал, что он будет насыщенным, да. И будет хорошо играть, что даже соус маленько подобиваете. Соус ярче, да, по мне. Но мне кажется, вот это вино классное. Просто вот если без соуса, то вот капусте, вот именно вот этот капустный лист, вот в капусте тоже присутствует вот эта небольшая горечь, мне кажется, она как-то в балансе. Хорошо, соглашусь. Соус, может быть, превалирует, но не так, чтобы он перекрывал. Нет, нет, не до конца. Все вместе хорошо. Мне нравится, что получается. Как-то ты это скомпоновал, знаешь, капустное лицо, у него такая даже не сладенькая. Да, нет, сладенькая есть, небольшая. И чуть-чуть горечи все равно присутствует. Да, это с вином работает. Вот понимаете, вы просто ароматика, вы понимаете? Вы не понимаете, это вообще... Я на топец за шампань. Вот здесь больше вот именно сливочный... Мне очень нравится. Вот, мне тоже. Вот, мне тоже очень нравится здесь. А почему? Здесь больше серьезное вино, особенно если мы говорим про мелизимное шампанское, как в нашем случае, оно раскрывается вином пока. Это опять-таки смотря, что человек ожидает от шампанского. Он хочет просто выпить и забыть, либо он хочет поизучать ароматику, попробовать с блюдом. Да, вот как бы постепенно это все раскрывается. Поэтому я, конечно, за винные бока. Ребят, спасибо огромное. Я побежал. У меня там 2863 голубца. Сейчас мне надо завернуть. Слушай, спасибо за талант и за кухню.